Девушки отдыхают Так что они заслужили хороший обед Думаю, им понравится Приятель, можно мне упаковку грибов? Жить вкусно с Джейми Оливером Что будем сегодня? Сегодня собираюсь готовить паэлью Так что понадобится копченая паприка И немного шафрана Найдется? Паприка и шафран вон там Потрясающе Рис у вас есть? Нет Рис для паэльи там Отлично Спасибо, приятель Порядок? Порядок, Джеймс Как поживаешь? Ничего Мне нужно хорошую пригоршню Вот тех креветок И пару кальмаров Кому это, Джеймс? Для пары старых друзей Что ремонтируют мою квартиру Красят стены Приводят в порядок Чудесно Порядок, парни Порядок, Джейми Как дела? Как мои стены? Здорово Джинни, грунт нанести не забыл? Конечно, нет Тут кое-как Это лучше Взгляните-ка в окно Сегодня они работали Знаете что? Идите, снимайте свои комбинезоны А я пока кое-что приготовлю Дайте мне пять минут, ладно? Вы едете? Да Ну как тут у вас? Все отлично Ты даже не представляешь, что я приготовлю Что же это будет? Ты говорил на днях, что хочешь делать паэлью Да Сегодня она будет только позже А сначала отличный салат У меня тут персики Мята и вечерница Дикая трава Я говорил тебе, что был вчера у Питера Готтсула Да Видел его сына И тот приготовил свое ферменное блюдо Что, австрийское? Да, да Он рассказал мне свою историю о том, как возвращался через Швейцарию и попробовал это блюдо И решил повторить Отличная штука Он же не нормальный Ладно, будем готовить салат Ты не против? Порядок Итак, отличный салат с персиками Сейчас для персиков самый сезон Персики? Салат? Да Никогда не ел фруктовый салат? Нет Представь У тебя пармезан для вкуса Плюс копченое мясо Копченое, соленое И вдруг Бац Сочные фрукты Я иногда покупаю персики на рынке Но ем просто так Не бросаем салат Да, я слегка разогреваю их на таком слабом огне Если они действительно совсем спелые То их можно легко очистить Вот, видишь, кожура сама с них сходит Смотри, как пузырится Мне бы в голову не пришло Варить фрукты вот так Нет, ты подумай Смотри Если ты добавляешь перца То они сразу дают свой сладкий сок Видишь? Получается почти сироп Небольшая хитрость Ладно Пока промою зелень С тобой не отдохнешь Я только что стены красил Знаю Но ты помнишь, как это было у нас в детстве? Да Рабский труп И я привык Ну, готово? Хорошо Теперь я достану эти персики И дам им остыть Отлично Нет, ты только понюхай Как карамель Да Карамель Это же сахар, натуральный сахар Вот так Теперь кладем сюда зелень и... Ты же сам умеешь готовить салат Я помню твой французский салат Это потому, что у меня была подружка-француженка Тельная штучка Что, вечерница? Да Отличная дикая трава Хотя запросто можно купить в магазине Итак, мята Мята и персик лучшие друзья, так? Вечерница прекрасна И перец И щепотка соли Чуть-чуть перца А теперь я ухвачу край кожуры И она должна сама легко отойти Если останется пара черных пятнышек, ничего страшного Вот видишь, сходит сама Ты посмотри Да, очень горячо, но кожура отваливается И если останется немного черноты Это только придаст ему угольный привкус Деревянский Да И одираем Как твои стены Примерно как стены Такие же шершавые, да? Может быть, хочешь сам попробовать? Вот эти с косточкой Разрывай их на кусочки, давай Они же горячие Дави их у себя в руке И клади вот в этот угол, чтобы вытек сок Да чего горячий? Ты кто, человек или мышь? Не выбрасывай косточку Потом я покажу тебе одну хитрость Ладно, ты его раздавил И вот сок вытекает Поэтому тебе не понадобится лимонный сок То есть это у нас солш? Да Сок из наших чудесных спелых персиков Вся сладость Оближи пальцы, попробуй Представь это на салатных листьях Будет здорово Ну, где косточка? Давай косточку Ты знаешь, что там внутри? Ты доктор? Это семечка в оболочке Точно И если ты... Если ты ее расколешь То вытащишь этот маленький орех Вроде миндаля А на вкус он... Его не обязательно класть в салат Но я хотел тебе показать Он что, горький? Пробуй Слегка горький И на вкус как амаретто Знаешь напиток амаретто? Вот он такой А теперь? А по форме как миндаль Да Довольно приятный вкус Слегка горьковатый, миндальный Неплохо Так Что я делаю? Наливаем оливкового масла Только чтобы приправить Помнишь нашу поездку в Италию? Это не напомнило тебя о ней? Это итальянский запах Да-да Вот так Салат надо приправить так Чтобы все эти замечательные листья Были в масле А на дно мы положим кусочки персика Разложи их равномерно А где мясо? Где мой подарок? Вот Гляди Вот так Это от свиней редкой породы? Да Объединение Но все это вполне доступно Можно купить где угодно Можно в специализированных магазинах Можно в супермаркетах А можно поэкспериментировать с пармской ветчиной Надеюсь тебе все это понравится Потрясающе Потрясающе Еще немного вечерницы И персиков И Должно же быть какое-то разнообразие, Джим Нельзя же каждый раз одно и то же И за дни в день Надо есть что-то вкусное Хоть иногда Пусть остальные парни это увидят Ладно Они-то ждали хлеб с беконом? Для хлеба с беконом уже поздно Хорошо Смотри, я раскладываю это вот так А потом, чтобы было красивее Дай-ка мне нож И немного моего салата с персиком Отлично Отличный салат Прекрасно Теперь сверху Что у нас пойдет сверху? Пармезан И ты поставишь это на стол И мы будем есть? Ну можно положить моцарелла Можно добавить фиников, если захочешь Но лучше пармезан У него богатый вкус Плюс соленое мясо, плюс фрукты Очень удачное сочетание Ладно, смотри Берем кусок пармезана А сейчас я тонко настрогаю эти миндалевидные орешки Вот так Все в дело Теперь старого доброго черного перца Иди сюда Вот так Оливкового масла И добавляем уксус Сладость ароматизированного уксуса Вот это уже выглядит серьезно Ты посмотри Да, думаю им понравится Ладно, иди собирай нашу команду А я приготовлю симпатичный десерт Возвращайся, когда вы закончите с этим Сейчас я быстро приготовлю пирожки с яблоками Объедение Для начала берете упаковку раскатанного теста Замороженного из супермаркета Еще понадобятся 4 яблока Очистите их и натрите Удалите сердцевину Положите яблоко в сито А теперь выдавите из него весь сладкий сок И немного подсушите яблоко Теперь, чтобы придать яблоку аромата Берем сухофрукты Можно взять любую смесь сухофруктов И пару чайных ложек специй Например, корицы Далее понадобится 5 столовых ложек ванильного сахара Это для красивого цвета Сахар всегда притягивает влагу Так что давите снова И вот у вас еще много чудесного вкусного сока Теперь тесто Нередко доставляет проблемы Но если у вас есть чистое вафельное полотенце То смочите его водой Сверху положите тесто И оно не растекается И не высыхает Я растопил пачку масла И теперь я буду натирать им разложенное тесто Наносите по всей поверхности, чтобы тесто не было сухим Затем кладите начинку около столовой ложки И кладите ее на один из краев в середину Затем сворачиваем тесто Складываем пополам И снова натираем сверху сливочным маслом И так повторяем с другим листом И заворачиваем тот лист, который мы уже заполнили начинкой Натираем снова небольшим количеством масла И добавляем начинку Итак, у нас получилось несколько слоев теста и начинки Осталось только убрать начинку с краев, завернуть углы, каждый по очереди И пальцами сжать тесто у верхушки, чтобы получился красивый мешочек Сжать посильнее у самого верха Теперь он не развалится Затем ставим пирожки на противень, смазанный маслом И так еще три раза, чтобы получилось четыре маленьких красавца Ставим в духовку и готовим около 20 минут при 190 градусах Пока они не станут хрустящими и золотистыми Теперь в наш замечательный яблочный сок мы добавляем около 6 столовых ложек сахара И доводим до кипения, чтобы получился сироп Добавляем сок одного апельсина, взбалтываем И вот у нас прекрасный сироп Выкладываем наши пирожки Поливаем соусом И пусть они пропитаются У них будет апельсиновый привкус Сладко, чудесно Подавать с мороженым или сливками Роскошно! Я вам так скажу Этот десерт будет просто фантастика Парни оценят Теперь осталось приготовить им блюда, которые, я уверен, они любят Я сделаю паэлью, настоящее блюдо для всех У меня тут курица, и я взял от нее разные куски Ножки, бедра, филе с грудки Три куска Самые разные части курицы, которые я буду жарить, пока они не станут чудесными и золотистыми Итак, я выкладываю их на противень и ставлю в духовку Потому что мне надо, чтобы они хорошо прожарились Вот так Надо, чтобы мясо отходило от костей Крылышки И все это ставлю в духовку Температура 270-250 градусов Чтобы мясо как следует прожарилось В сковородке у меня сок И еще я оставил кусочки грудки, потому что их не надо так долго готовить И все это надо посолить и поперчить И можно класть курицу на сковородку И жарить Вот так Теперь паэлья Испанское блюдо Вероятно, одно из самых известных Названо так в честь кастрюли, в которой оно готовится И это у меня еще небольшая Они бывают вот такие огромные Гигантские Когда я впервые попытался приготовить паэлью, то я впервые, как повар, понял, что я вполне могу делать блюда из рыбы Отличные блюда И я считаю, что, хотя существуют так называемые классические рецепты паэльи Но у повара здесь достаточно свободы Лично я думаю, что паэлью можно готовить из всего, что только есть под рукой Из любых остатков еды в холодильнике Если у испанцев были холодильники, конечно Но знаете, я видел рецепты паэльи с крольчатиной, с дичью, с различными моллюсками Настоящее питательное блюдо Итак, испанская колбаса Я порезал ее на ломтики Она пойдет вместе с курицей Это надо поджарить Итак, наша сковородка Немного положим панчетты Я большой поклонник панчетты Считаю, что она придает блюду пикантности При вкус копчености Итак, шесть кусочков Вот сюда Немного обжарим И пока не жарится Идеальное блюдо для вечеринок и праздников Потому что его можно ставить, когда люди начинают собираться И есть, когда они уже немного выпили А пока почистим лук Джим, посмотри, что тут у него Какие записи? Остается порезать лук Нарезать тонкими, аккуратными ломтиками Рецепт приготовления такой же, как у вареного мяса У тушеного французского мяса У косолей Паэлью тоже может идти что угодно Практически любые отходы Здоровые обломки костей Мозговые кости, которые я обожаю выскабливать Да, мне нравится это Но это все хорошо где-нибудь на берегу моря Под южным испанским солнцем Но когда я у себя дома, лучше более легкие варианты Итак Курица, может быть крольчатина То, что легче есть Поэтому все эти овощи я порежу мелко, аккуратно Чтобы не было здоровых кусков Немного аккуратнее Итак, тонко режем Вот так К парням я пока не присоединяюсь Иначе ничего не приготовлю Теперь уменьшаем огонь Иначе мы сожжем лук Так будет вкуснее Теперь чеснок Не уверен, что традиция допускает чеснок Но мне все равно, я его возьму Четыре зубчика Я считаю, чеснок помогает выявить вкус и аромат остальных ингредиентов К тому же В испанской колбасе Итак, немало чеснока Итак, срезаем кончики и слегка ударяем Тогда чеснок гораздо легче чистится Вот так, посмотрите Вот Парни, что вы там? Никак не соберетесь? Мы сейчас! Подходите, взгляните Куда это ставить? В раковину? Да Что скажете? Фантастика! Нравится? Ну что скажешь, роскошно? Паэлья! Никто не откажется от паэльи? Нет Пробовал когда-нибудь? Несколько раз На сеньоритове, а не с тобой С дамами? Вот мой вариант Хотя паэлья и считается деревенским блюдом Но ее можно готовить с креветками, с лобстерами, с крабами, да? Как суп из бамии? Да Ты что, уже готовил? А у нас дешевый вариант? Нет, не дешевый Самый подходящий Но, Джим, помнишь, ты звонил мне и говорил, что готовишь суп? Расскажи парням, как это было? Да-да, мой приятель раздобыл пару кроликов И мы решили приготовить ужин Залезли в интернет и раскопали рецепты супа Да, из бамии Откуда он? Из Америки? Американское блюдо, да Южное А мы как раз задавили белку и подумали Задавили белку? Да, у нас был лангуст, белка, два кролика И мы сварили все вместе И еще купили рыбы И положили побольше перца чили и всего такого И ели сразу восемь человек А рис клали? Рис был, а так все подряд Рыба, курица, дичь, колбаса, что угодно Так что это североамериканский эквивалент паэльи Гораздо ближе, чем, например, ризотто А паэльи острое, как наш суп? Да Я сейчас положу паприку, через минуту Видели это? Это шафран А знаешь, город, в котором мы выросли Тот, где римляне высадились в Англии Там и собирали шафран А чем он пахнет? А ты попробуй Сильный Сильный запах Даже не знаю Но он знаменит своим тонким запахом и цветом Ничем в мире воду не подкрасишь так быстро Правда А здесь шафрана на 12 фунтов Так это дорогая трава? Да, было время, когда шафран стоил больше, чем что-либо в мире А может, это и до сих пор так Здесь же берется всего лишь тычинка шафрана И хотя все давно механизировано Но хорошие испанские блюда все еще готовятся вручную Вот, ты скажи мне Сколько в цветке тычинок? Обычно одна Хотя смотря что за цветок Откуда ты знаешь? Это его профессия, он за олог А ты представь Сколько их здесь? Тысяча? Тысячи тычинок из тысячи цветков Это сколько работы? Вот откуда 12 фунтов Работа Работа, старичок Итак, я насыпаю его И подливаю вот этот бульон И смотри, как быстро меняется цвет бульона Да И к чему ты его добавишь? Сюда? В конечном счете сюда, да А ты пока передай мне паприку в той баночке Отлично, видел такое, Джимба? Копченая паприка Ты только понюхай Похоже на гвоздичный перец Да Но, видимо, его коптят непосредственно перед помолом Отсюда такой живой аромат И все это продается в супермаркетах? Да, продается в супермаркете В хороших магазинах Мне понадобится хорошая полная столовая ложка А рис настоящий, испанский Как там называется наше блюдо? Паэлья Рис для паэльи Рис с коротким зерном Вообще-то можно брать любой рис Все это мелочи И так заливаем Примерно половину Он удвоится в объеме, так что больше не нужно Вот так И надолго это? Примерно 15 минут Тогда мы сыграем в настольный футбол Да, давай Можно? Парни, вперед Это как? Двое против одного? А мне, значит, потом присоединяться к проигравшему Ладно Итак, рис Кладем шафран и заливаем бульоном Включаем огонь на полную Надо Чтобы закипело Думаю, придется добавить бульона Знаете, чувствуется, как комната наполняется ароматами Старый добрый шафран Паприка Копченое мясо Куриный бульон Принцип приготовления такой же, как у ризотто Главное не забывать о блюде Иначе оно сразу подгорит снизу Так что Мешаем Подливаем бульон Мешаем Теперь осталось добавить петрушки Половину этого пучка Вот так Мелко порубим Стебли тоже Обычно все выбрасывают стебли И удивляются, что я кладу их в бульон Но дело в том, что если их тонко порубить и бросить в кипяток Они становятся хрустящими и сладкими Вот, как вы видите, я мелко порезал их Теперь, когда со стеблями мы разобрались Остальное можно резать покрупнее Нарезанные стебли можно бросать прямо сейчас Чтобы они, как следует, проварились И помешаем Отлично А здесь у меня отличный кальмар На рынке мне почистили его Его просто надо нарезать крест-накрест Чтобы во время варки он раскрылся И сейчас я нарежу его небольшими кусками И Нарублю щупальца Затем Возьму креветок Они были нарезаны вдоль спинки И я снял с них панцирь И еще у меня роскошные мидии Их очистили И все раскрывшиеся выбросили Теперь мне осталось Опять я действую по собственному рецепту Но Верьте мне У меня тут Весенний горошек Хотя, если честно, мороженый горох тоже вполне подходит Но у меня есть свежий молодой горох Разумеется, можно взять более экзотическую фасоль Каннелини Или крупную фасоль Но я, хотя это и не совсем традиционно, беру горох Хотя, как знать, что они клали сто лет назад А вот мидии, которые я сам выбирал И они превосходны Плюс креветки Плюс чудесный кальмар Осталось перемешать все это как следует И полностью Залью И поставлю на 5 минут И этого хватит, чтобы вся рыба и моллюски сварились И все они отдадут свои ароматы А в этом вся суть паэльи Смесь всевозможных ароматов, которые обогащают друг друга О, красота какая Пусть кипят А я пока возьму фольгу И оберну Оберну ее вот так, чтобы удержать пар Чтобы он никуда не уходил И чтобы блюдо варилось быстрее И каждые 2 минуты я буду это помешивать И будет здорово Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, парни Вы классно поработали Точно? Неплохо? Да Хотя я не уверен насчет цвета По-моему, желтый лучше Да, точно, точно желтый Какие у вас планы на ближайшие дни? Ты что, издеваешься? Скоро увидимся Ведущие Джейми Оливер Операторы Роб Левелин Стив Брайерс Джон Стерлинг И Джон Уорт Композитор Ли Хагервуд Продюсер Саймон Уиллис Режиссер Брайан Клейн Программа озвучена студией Кипарис По заказу телекомпании РЕН-ТВ Редактор субтитров А.Семкин